Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу событий в студии Галина Топилина. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В областной столице подвели итоги конкурса «Добрые новости». Наши коллеги в числе победителей. В Рио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с предпринимателями. Глава региона заявил, что правительство области и все муниципальные образования переходят на штабной режим работы по обеспечению предприятий и бизнесменов поддержкой. Такие встречи решили проводить каждую пятницу, как ранее и предлагал Вячеслав Федорищев. Помимо этого, на встрече рассмотрели вопросы транспорта, благоустройства территории вокруг предприятий и кадрового дефицита. В Самарской области по поручению в Рио губернатора Вячеслава Федорищева увеличат суммарную единовременную выплату при заключении контракта о прохождении военной службы. С 800 тысяч она вырастет до миллиона рублей. Подробную информацию о поступлении на контрактную службу и выплате можно узнать в пункте отбора на военную службу или в любом из военных комиссариатов. Денис Степченко пришел в пункт отбора, чтобы подписать контракт и отправиться в зону спецоперации. В России в 2025 году появится новая выплата для студенческих семей с детьми. Миноборнауки выступила с инициативой обеспечить студентов, у которых есть ребенок дошкольного возраста, стипендии в размере минимального размера оплаты труда. В следующем году МРОД увеличится на 15% и превысит 22 тысячи рублей. Министерство предложило включить ежемесячное пособие на содержание детей, обучающимся родителям, в нацпроект «Семья», который стартует 1 января по решению президента Владимира Путина. По данным мониторинга, мер поддержки молодых семей в 452 университетах уже выплачивают материальную помощь женщинам, родившим ребенка во время обучения. В 347 вузах предоставляют финансовую поддержку одиноким матерям или отцам. Обеспечить легитимность главных выборов региона. В Самаре состоялось заседание регионального общественного штаба по независимому наблюдению за выборами губернатора Самарской области 2024 года. Члены штаба, их 15 человек, среди которых эксперты избирательного процесса и представители масс-медиа, выбрали председателя и обсудили план работ по подготовке независимых наблюдателей. Подробнее в нашем сюжете. Для обеспечения законности и прозрачности электорального процесса на каждом избирательном участке в дни голосования на выборах губернатора Самарской области будет вестись независимое наблюдение. Ответственным за это, как и в предыдущих избирательных кампаниях, будет региональный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами. На организационном собрании эксперты выбрали председателя штаба. Им стал ректор Международного института рынка Вадим Чумак. Сопредседательствовать будут президент Нотариальной палаты Самарской области Галина Николаева и Виктор Полянский, заведующий кафедрой государственного и административного права юридического факультета Самарского национального исследовательского университета имени Королева, а также Алексей Кокин, председатель квалификационной комиссии региональной палаты адвокатов. Институт общественных наблюдателей, он способствует формированию у населения в гражданском обществе доверия к результатам выборов, к их прозрачности, честности. И вот, собственно, это одна из основных задач и миссий, которые должны решать общественные наблюдатели, и штаб, собственно, координирует эту работу. Также участники штаба обсудили план предстоящих работ. Основной пул независимых наблюдателей уже подготовлен, но с ними нужно будет провести отдельные дополнительные занятия за разъяснением новых изменений в законодательстве. А вот для тех, кто впервые захочет стать независимым наблюдателем, организует полноценное обучение. Оно будет включать содержательное обсуждение основных этапов избирательной кампании, от выдвижения и регистрации кандидатов до соблюдения равных условий для всех участвующих. Все это будет обсуждаться на встречах членов штаба с наблюдателями в городах и районах. Это одно из основных наших направлений деятельности. То есть мы к моменту выборов должны полностью подготовить общественных наблюдателей, для того, чтобы они могли на хорошем, на высоком качественном уровне выполнить свои миссии. Специалисты перед собой ставят задачу, чтобы все жители, имеющие конституционное право голосовать, имели возможность это сделать. Поэтому члены штаба дополнительно проинспектируют избирательные участки на момент доступности для всех категорий граждан. Эта практика отработана. На наши замечания органы местного самоуправления реагируют предельно оперативно. И к дням голосования мы подходим с тем, что все избирательные участки находятся в надлежащем виде. Члены штаба отмечают. Времени не так много, но опыт предыдущих кампаний поможет проконтролировать избирательный процесс на высоком уровне. В этом не сомневаются федеральные эксперты, которые знают уровень региональной работы в этом направлении. Компания конкурентная, привлекает внимание разных политических финансов, новодвиженцев. Это требует от нас особого внимания, ответственности, удачи в работе. В этот раз в состав штаба вошли представители региональной общественной палаты, ведущие эксперты в области избирательного права, представители аппарата уполномоченного по правам человека в Самарской области, Самарского отделения Ассоциации юристов России, представителей средств массовой информации. Всего в составе штаба 15 человек, среди них и генеральный директор телеканала «Самара ГИС» Елена Кольцун. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События. Получили первый документ и узнали о жизни предков великого русского поэта. Столица региона волонтеры «Движение первых» вручили активным школьникам паспорта. На торжественном событии побывала и наша съемочная группа. Ильяс Шакмаев уже три года волонтер «Зеленой волны». Это проект, который призван вовлекать участников в деятельность по защите окружающей среды и повышать уровень экологической культуры. Ильяс очищает от мусора берега рек, высаживает растения на общественных территориях, ухаживает за ними. Рассказывает, недавно они с мамой собрали урожай фасоли, который передали пенсионерам. Также школьник состоит в «Движении первых». За активную волонтерскую деятельность Ильясу вручили паспорт в торжественной обстановке. Потому что люди все загрязняют, все реки, водоемы. А я просто из деревни, мне природа нравится. Три бога больше и радость. Торжественно так много народа. В рамках всероссийской программы «Мы, граждане России» первые паспорта сегодня получили около 20 активных школьников. Это ребята, которые достигли успеха в спорте, науке или творчестве. Новоиспеченные граждане России произнесли торжественное обещание и исполнили гимн. Сегодня у нас такой период каникул. Сегодня ребят у нас меньше, чем мы традиционно вручаем. Так или иначе мы традицию не бросаем. И в период летних каникул тоже ребятам помогаем обрести свой первый документ, чтобы запомнился ему на всю жизнь. Также для школьников прошла встреча с работником регионального центра старейшего Пушкинского музея. На ней ребятам рассказали о предках и потомках великого поэта. Встреча прошла в рамках проекта, который посвящен 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича. Александр Сергеевич Пушкин остается величайшим поэтом, величайшим гражданином своего Отечества. И мы сегодня обращаемся к Пушкину, мы ищем ответы на очень сложные вопросы. И мы хотим, чтобы эти ответы на эти сложные вопросы находили и ребята. Сегодня кому 13, 14, 15, 16. Потому что именно им жить, мы им оставляем наследство. Волонтеры движения «Первых» ежемесячно вручают паспорта активным школьникам города. Полина Чулякова, Сергей Баскин, События. А теперь коротко о других темах дня. В Самаре ночью на площади революции автомобиль Чанган Юнивэй врезался в памятник Ленину. Об этом сообщили в МВД Самарской области. С места происшествия в медучреждение доставлена 35-летняя девушка-пассажир. В отношении 31-летнего водителя сотрудниками полиции собран материал проверки. Уточнили в ведомстве. Полицейские продолжают выяснять все детали случившегося. Самаре ограничат движение транспорта из-за работ по реконструкции теплотрассы. Об этом сообщили в администрации города. Ограничения коснутся следующих участков. С 28 июня по 13 июля по улице Гагарина в районе дома номер 22 в направлении движения к улице Революционной. С 14 июля по 29 июля по улице Гагарина в районе дома номер 22 в направлении движения к улице Академика Солдатова. С 4 по 8 июля на участке от дома 49 по улице Александра Матросова до проспекта Юных Пионеров. Кроме того, в период ремонта автобусы маршрутов 24, 34, 38, 41, 53, 56, 99 будут следовать по скорректированной схеме. 90 выпускников Самарской области отправились на Кремлевский бал в столицу. В Москве ребят ждет насыщенная программа. Экскурсии на теплоходе, прогулка по музею-заповеднику Царицыно, просмотр спектакля и, самое главное, концерт в Государственном Кремлевском дворце и развлекательная программа на Красной площади. Сотрудники ОМОН Орлана, Управление Росгвардии по Самарской области помогли своим коллегам из Следственного комитета задержать подозреваемого в совершении двойного убийства. Преступление произошло в 2003 году в Тольятти. В одной из квартир обнаружили тела женщин 38 и 80 лет с признаками насильственной смерти. Убийство долго оставалось нераскрытым. Установить личность подозреваемого удалось благодаря появлению современных технологий. За что задержан? Я не знаю его. Вспоминай события 2003 года. Какого 2003? По версии следствия, между жителем Тольятти и потерпевшими произошла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес им несколько ударов ножом, а потом задушил. Бойцы спецназа передали подозреваемого коллегам из Следственного управления Следственного комитета России по Самарской области и регионального главного управления МВД для проведения дальнейших оперативных мероприятий и следственных действий. Вкусные угощения для домашних питомцев. Сегодня сушеные лакомства для собак пользуются огромной популярностью. С их помощью владельцы проявляют любовь и заботу, поощряют животных за хорошее поведение или выполненную команду. Как выбрать вкусную и полезную награду для четвероногого друга, узнала Ксения Баканова. Когда-то готовил для людей, теперь для животных. Артем Пручинский проработал поваром 8 лет. Однако все изменилось, когда в его жизни появился французский бульдог Луиджи. Мужчина был так рад, что решил организовать производство лакомств для собак у себя дома. Балкон квартиры превратился в заводской цех. Сначала Артем купил сушильную машину, затем морозильную камеру и станок для резки мяса. Приготовленное угощение пришлось питомцу по вкусу. С помощью этого станка можно прийти к тому, что мы делаем очень тонкий продукт. И, скажем, вот если взять этот пример, это семенники индюков. Они очень тонкие, они делятся на такие монетки, очень хорошо отламываются, имеется звук, что очень важно, они крошатся. Лакомства для собак делятся на две категории. К первой относятся те, которые подходят для поощрения питомцев. Артем говорит, ароматное печенье покорит сердце любой собаки. Собака, даже самые искушенные, не смогут устоять перед этим, имеет очень интересную форму, длинную. То есть, даже если пойти на прогулку, просто выйти, чтобы не брать с собой какие-то сумочки, достаточно взять одну палочку, она очень хорошо ломается, конфетка не крошится. Еще одно угощение – это говяжье легкое. В своем составе оно содержит маленькое количество калорий и очень хорошо усваивается. А если хотите научить собаку находить предметы, подойдет сушеная рыба. Собака может кушать морскую рыбу, и для нее это будет полезно и ценным. А так еще можно это использовать за счет ее ароматики. Можно прятать, например, мидию в какой-то полотенчик, где-то зайти, чтобы собака носом ей давать команду, чтобы она искала. Обеспечить гигиенический уход за полостью рта собаки помогают лакомства для чистки зубов. Например, говяжья коленка. Это очень безопасная чашечка коленная, которая состоит из пористой кости. Она круглая, как шарик. И здесь содержатся жилы, которые превращаются в определенные ниточки. И когда она начинает это все обгрызать, эти ниточки очень хорошо массируют десна и прочищают зубы. Каждый день на зубах собаки образуется налет – тонкая бесцветная пленка, содержащая бактерии. В какой-то мере она счищается при употреблении сухого корма, но не до конца. Поможет справиться с проблемой бычий корень. Он состоит из белка, довольно-таки крепкий, полезный по своим свойствам. И имеет очень хорошую текстуру, которая, в свою очередь, очень твердая, плотная. Но за счет острого зуба она раздвигается и превращается в такую, скажем, гибкую вещь, которая очень хорошо удаляет зубы и чистит от камня. Одной из самых полезных и интересных погрызушек является бычий нос. В его составе мясная и хрящевая части, а также шерсть. Артем уверен, для собаки это очень полезно. Также полезно влияет на желудок, она его стимулирует и, скажем, проводит очистку желудка от различных ниточек, которыми играет собака, канатики, резиночки. Лежать, сидеть. Молодец, место. Знакомьтесь, это Шотти, шотландский терьер. Собаки этой породы очень энергичные и преданные компаньоны. Дмитрий Громов рассказывает, его четвероногой подруге уже шесть лет. Собака прекрасно подается воспитанию. Здесь я прочитал книжку Родельда Киплинга «Ваш покорный слугопес Бутс», где главным героем была собака, скотч-терьер. И поэтому появление скотч-терьера в моей жизни было большим знакомым событием. Дрессировку мы начали, как и полагается, в семимесячном возрасте. Три плотных месяца, три раза в неделю с кинологом занятия были. Шотти знает много команд «Лежать», «Сидеть», «Место», «Рядом», «Дай лапу» и «Суслик». Дмитрий убежден, за каждое выполненное упражнение собаку нужно хвалить и угощать. Здесь метод кнута не работает. Ни в коем случае нельзя запугивать питомца и повышать на него голос. Ведь ранить собачье сердце очень легко. Хозяевам стоит помнить, что лакомство – это не баловство, а награда. Собаку следует поощрять, если хотите ее похвалить или показать свою любовь. Шотти. Голос. Молодец. Ветеринары предупреждают. При выборе угощения важно внимательно прочитать инструкцию на упаковке. Желательно, чтобы это был чистый состав, то есть это мясо и какие-то добавки для того, чтобы это мясо не испортилось, то есть именно сохранило первозданный вид, скажем так, сушеного мяса. Если в добавках очень много составляющих, всякие и так далее, лучше, конечно, их не добавлять, то есть, ну, зачем. Это как чипсы на обед также, просто побаловаться. Опять же, здесь важно соблюдать калорийность, то есть можно вкусняшками набить такую массу, вот, поэтому, да, корма снова и немножко побаловаться вкусняшками, ради бога. А вот если пес имеет проблемы со здоровьем, то лучше заранее посоветоваться с врачом. Специалист подскажет, что пойдет собаке на пользу, а что из ее рациона лучше исключить. Ксения Баканова, Константин Головин, Валерий Майоров. События. На площадке для испытаний авиамоделей впервые состоялась Всероссийская научно-техническая олимпиада по авиамоделированию и первенство России по авиационным кордовым моделям. Какие испытания ждали участников, расскажем в нашем сюжете. На пути к новым высотам в науке и технологиях. Самара вновь стала центром притяжения молодых талантов. Впервые в истории города в парке 50-летие октября прошли Всероссийские соревнования по авиамоделированию и первенство России по авиационным кордовым моделям. Проходили они на кордодроме, так называется площадка для испытаний авиамоделей. Саша Гунин увлекается авиамоделированием более трех лет. В прошлом году занял второе место и стал призером первенства России, которое проходило в Пензенской области. В этот раз надеется одержать победу на родной земле. Я тренировалась два дня назад и сделала 10 полетов. Самолет летает 5 минут 25 секунд. Соперников много, но я уже уверен в своей победе. Сестры Вика и Настя Коваленко на соревнования приехали из Хабаровска. До этого девочки принимали участие в турнире по свободно летающим и кордовым моделям, который проходил в Хабаровском крае и заняли там первое место. Мы сначала занимались робототехникой, потом у нас преподаватель с робототехники ушел. И мы начали заниматься авиамоделированием. Я даже сначала не хотела идти, а сейчас я прям занимаюсь. За победу на первенстве России по авиамоделированию школьники боролись в двух возрастных категориях. С 7 до 11 лет и с 14 до 17 лет. Им предстояли устные испытания и практические соревнования в пилотажном классе и гоночном старте. У нас 6 полноценных команд. Ну и личные участники еще в общей сложности. 48 участников со всех регионов. Это самые сильнейшие спортсмены, которые были отобраны у себя в областях. То есть сборные команды приехали. Поэтому соревнования предполагаются быть очень интересными. Нам, конечно, очень приятно, что нам доверили такие замечательные соревнования. Постараемся нести эту эстафетную палочку, как говорится, дальше, выше и быстрее. Победителям Олимпиады вручат медали и дипломы, а также предоставят возможность пройти обучение в образовательном центре «Сириус». Августина Охременко, Игорь Казановский, События. В Самаре студенты из шести стран защитили свои проекты наноспутников перед комиссией экспертов. Иностранцы принимали участие в Международной летней школе «Перспективные космические технологии» и «Эксперименты в космосе». И за две недели изучили теорию работы малых космических аппаратов. Подробности узнала Елизавета Прокопенкова. Завершение 18-й Международной летней космической школы. Две команды иностранных студентов защитили свои проекты наноспутников перед комиссией Самарского университета имени Королева. За две недели участники школы из шести стран изучили теорию работы наноспутников. Занятия вели ведущие ученые из разных университетов. Новые знания студенты применили в разработке миссий двух малых аппаратов для дистанционного зондирования Земли и исследования атмосферы. Это поможет им в учебе, потому что у нас в этот раз много людей, которые учатся в бакалавриате у них там за границей. Соответственно, это им поможет в дальнейшей учебе. Первая миссия – это анализ и проектирование космического аппарата дистанционного зондирования Земли. Он помогает изучать поверхность планеты с дальнего расстояния. Вторая миссия касается создания группировки маленьких сферических фемтоспутников. Они весят меньше 100 граммов и предназначены для изучения плотности верхних слоев атмосферы. Информация о плотности атмосферы, она важна для прогнозирования космического мусора. То есть, когда надо ожидать, что мусор упадет на Землю. И прогнозирование мусора, даже прогнозирование, может быть, точек падения космического мусора – это тоже очень важно. После успешной защиты проектов каждый студент из Боливии, Бразилии, Мексинки, Мьянмы, Перу и Эфиопии был награжден дипломом о прохождении школы «Перспективные космические технологии и эксперименты в космосе». Я очень рад возможности участвовать в летней школе Самарского университета. Спасибо огромное за приглашение поучаствовать в летней школе профессорам. Преподаватели, которые вели занятия, лично поздравили команду участников сладкими презентами. Елизавета Прокопенкова, Валерий Майоров, События. Форум социальных проектов и общественных инициатив «Добрые новости» прошел в Самаре. Этот федеральный информационный проект направлен на создание, поиск и популяризацию положительных примеров, в том числе социально активного поведения, сохранение исторической памяти, пропаганду здорового образа жизни, семейных ценностей, демонстрацию позитивных изменений в реализации социальной политики регионной страны. Главное событие форума – награждение победителей конкурса социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости». В копилку телеканала «Самара ГИС» ушли сразу четыре награды в трех номинациях. Победителями в номинации «Лучшая социальная программа» на телевидении стали сразу две программы, выходящие на нашем телеканале. Это «Право на маму», программа о детях, которые нуждаются в приемной семье, и проект «Обернитесь. Истории о непростых судьбах людей». Сюжет, подготовленный командой телеканала «Самара ГИС» о проблемах экологии, стал лауреатом третьей степени в номинации «Лучший социальный сюжет в электронных СМИ». Также лауреатом второй степени стала команда телеканала в номинации «Лучший информационный видеопродукт» за сюжет «Году семьи». Поздравляем коллег с заслуженными наградами. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они сегодня писали на своих информационных площадках. Телеграм-канал Департамента опеки, попечительства и соцподдержки сообщает, что в Самаре стартовал прием заявок для участия в конкурсе на получение премии главы городского округа Самара «Мир равных возможностей». К участию приглашаются лица с ограниченными возможностями здоровья, достигшие 18-летнего возраста, проживающие на территории городского округа Самара. Премии вручаются в номинациях «Общественная деятельность», «Литература и искусство», «Образование и наука», «Предпринимательская», «Производственная и научно-рационализаторская деятельность», «Техническое и декоративно-прикладное творчество», «Физическая культура» и «Спорт». Заявки принимают до 20 сентября по адресу город Самара, улица Некрасовская, 63, 3-й этаж, кабинет 19. Пользоваться общественным транспортом – это удобно и выгодно, сообщает администрация Красноглинского района в Телеграм-канале, особенно если у вас есть карта жителя Самарской области. Подключайте пакетные тарифы, пополняйте счет карты через систему быстрых платежей и экономьте на каждой поездке. Пакет действует 30 дней с даты активации, воспользоваться им можно один раз в месяц. В последнее время наркомания значительно помолодела, сообщает Телеграм-канал администрации промышленного района. Средний возраст страдающих наркозависимостью колеблется в диапазоне от 16 до 18 лет. По статистике от общего количества страдающих наркоманией 60% – это молодые люди от 16 до 30 лет. Пятая часть – школьники, принимающие наркотики с 9-13 лет. Нередки случаи при общении к наркотикам 6-7-летних детей. Наркоманы в возрасте 30 лет и старше – менее 20%. На этом наш выпуск подошел к концу. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова